Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев взял под личный контроль историю участницы Великой Отечественной войны Марфы Ивановой из Таганрога. Женщина считает, что стала жертвой адвоката и нотариуса, которые пытались оставить её без квартиры и всех сбережений. На прошлой неделе наша съёмочная группа отправилась в Ростовскую область, чтобы разобраться в ситуации. При странных обстоятельствах Марфа Дмитриевна якобы подписала завещание на квартиру, оставив её адвокату Виктору Иванову. А ещё оформила доверенность на банковские операции. Вскоре после этого со счёта исчезли 900 тысяч рублей. Всё это было сделано при помощи одного из нотариусов города. При попытке поговорить с адвокатом корреспондента Ивана Литомина выгнали из кабинета, а нотариус всё же отменила действие завещаний. Пропажей денег занимаются сотрудники правоохранительных органов. После выхода в эфир нашего итогового выпуска репортажа на эту тему, программа «Вести дежурная часть» направила запрос на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой взять это расследование на личный контроль. Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев взял под личный контроль проведение проверочных мероприятий, касающихся информации о совершении противоправных действий в отношении жительницы города Таганрога, ветерана Великой Отечественной войны Марфы Ивановой. Министрам дано поручение руководству Главного управления МВД России по Ростовской области досконально разобраться в ситуации, провести проверку поступивших сигналов о возможно имевших место попытках неправомерного завладения принадлежащей Марфе Ивановой недвижимости и дать в пределах компетенции правовую оценку действиям всех причастных лиц. Наша программа продолжит следить за тем, как будет расследоваться это дело. Мы надеемся, что на эту историю обратят внимание и другие правоохранительные органы города, а также заинтересуются местные чиновники. Мы обязательно расскажем о том, чем закончится эта история, вернут ли ветерану Великой Отечественной войны деньги и понесут ли виновные наказания.